Добро пожаловать в Новый 2022 год! Ура! У нас получилось! Несмотря на все неблагоприятные прогнозы, мы по-прежнему стоим на ногах. Я всегда хочу, чтобы Новый год был более успешным, чем предыдущий. А в этом году я прошу у Бога о чем-то большем. Сегодня мы будем говорить о духовном законе, который открывает двери для необыкновенных благословений от Бога. Когда ученики просили Иисуса научить их молиться, Он ответил, что важно, чтобы в молитве звучал посыл «Прости мне мои грехи, как я прощаю согрешивших против меня». Я больше чем уверен, что мы в этом году сделаем или скажем что-нибудь не так. Поэтому нам следует начать практиковать прощение. Пусть это станет новой привычкой для нас. Это принесет нам такую свободу, которую мы никогда не знали ранее. Это будет настоящий Новый прекрасный год. Независимо от экономики, политики, международных событий и вирусов, мы слуги Всевышнего Бога. И Он присматривает за нами. Прежде чем открыть Библию сегодня, откройте свои сердца для Бога. В конце мы помолимся все вместе об освобождении. От чего именно, спросите вы? Да, от всего. От того, что нужно вам. Я всегда хочу, чтобы Новый год был более успешным, чем предыдущий. Именно поэтому нам так нужна молитва. Ну что же, приятного изучения. Я думаю, мы все понимаем нашу нужду в прощении. Но очень часто мы не находим в себе силы для этого. Давайте посмотрим, что же такое прощение. Это акт освобождения кого-либо от долга в отношении вас. Этот долг — это результат какого-либо несправедливого обращения с нами. Я лучше понимаю процесс прощения, когда разделяю его на составляющие. Есть три составляющие. Урон или оскорбление. Долг перед кем-либо. Ну и третья составляющая — это отмена долга. Мы говорим другому, ты больше ничего мне не должен. Я освобождаю тебя. Твой долг аннулирован. Это загадка прощения. Когда мы прощаем другого и отпускаем его на свободу, мы сами испытываем освобождение. Если вы не желаете прощать, если вы злитесь, раздражены или испытываете горечь в связи с чем-либо, то вы как будто прикованы к данной ситуации. Вы злитесь на кого-то, а они даже не замечают. Ох, как же это раздражает. Я с этим согласен. Если не проявишь свои чувства, они так и не догадаются. Придется хлопать дверьми и разбивать посуду. И, наконец, у вас спрашивают, что-то не так? Что же мы ответим? О, нет. Ну, конечно, нет. Зачем при этом спрашивать? Понимаете? Злость и горечь захватывают нас. Даже если вы убеждены. что у вас есть основания для этого. Когда вы не проходите процесс прощения до конца, вы теряете свободу. Сложность в том, что нам приходится прощать обиды, которые мы не заслужили. Есть ситуации, когда мы понимаем, что здесь есть и наша вина, но иногда бывает и так, что нас обидели совершенно незаслуженно. И нам все равно необходимо прощаться. Во-первых, все мы во время жизни проходим через страдания, разочарования, раны случаются со всеми нами. Когда нас ранили незаслуженно, это легко может привести к обиде. Возможно, вы прячете эту обиду, вы скрываете ее и надеваете маску. Но она по-прежнему ограничивает вас. Она ограничивает то, что Бог мог бы сделать через вас. Не позволяйте себе эмоциональную роскошь, когда вы в сердце пригреваете обиду, горечь и непрощение. Вы можете проверить себя. Возможно, у вас есть какое-то воспоминание, связанное с каким-то другим человеком или событием. Все, что всплывает у вас в памяти, и все, что связано с этими тяжелыми эмоциями. А может быть, это целая группа людей или какая-то организация, которым вы не можете пожелать ничего хорошего. Вы не хотите, чтобы у них все было хорошо. Возможно. Есть человек или группа людей, которым вы желаете пережить такую же боль, как та, которую пришлось пережить и вам, потому что они причинили вам много боли. Мы слышали такие истории не раз в наших масс-медиа. Гнев, злость, ненависть, обида, завернуты в заманчивую обертку самоправедности. Полностью оправданные. Но у Бога нет оправдания для непрощения. Это серьезные вещи. Так что спросите себя, есть ли в вашем прошлом люди, которым вы хотели бы отомстить? Может быть, вас обижали в детстве? Это ужасно и несправедливо. У вас тогда не было сил противостоять взрослым. К сожалению, это открывает двери для гнева, горечи и душевной боли. Но для нас важно научиться прощаться. Возможно, вы пережили развод родителей, у вас не было сил справиться с этим, и вы пострадали. Возможно, обстоятельства вынудили вас строить карьеру не в той отрасли, в которой вы действительно хотели бы работать. Вам пришлось смириться? Или такая же ситуация, только со школой? Или же вы потеряли работу из-за чьего-то недоброжелательства в отношении вас? А может быть, вы просто хотите, чтобы пастор перестал задавать вам вопросы? Так простите его уже. У непрощения есть последствия. Это эмоциональная несвобода. Враждебность и горечь разделяют людей, оставляя их в одиночестве и сужая возможности в их жизни. Из-за боли в вашей жизни. Ваши отношения с другими людьми начинают портиться, когда вы ожидаете, что они подстроятся под вас. Также это может испортить ваши отношения с Богом. Вы можете не пропустить ни одного служения в воскресенье, но ваше сердце по-прежнему будет полно горечи и гнеба. В нашем обществе существует неверное представление о прощении, из-за которых мы не спешим прощаться. Некоторые считают, что прощаем и позволяем другим продолжать обращаться с нами плохо. Это вовсе не так. Прощение означает, что я отменяю этот долг. Мы говорим, ты мне больше ничего не должен. Но это не означает, что мы продолжаем терпеть. Иногда мы думаем, что если мы прощаем, то человеку это сойдет с рук. А в нашей жизни есть люди, которые плохо, обращались с нами, но при этом живут с этим совершенно спокойно. В первом послании Петра, 2 главе, 23 стихе, написано, что Иисус, будучи злословим, не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судье праведным. Когда мы прощаем, мы вверяем себя в Божьи руки, как Иосиф, против которого совершили много зла. Снова и снова он отдавал свою жизнь в Божьи руки. Даниил понимал это. Он говорил об Иисусе, о том, что Иисус вверял себя тому, кто справедлив. Справедливость находится у Бога. Она не приходит к нам от правительства или любых, созданных человеком организаций. Справедливость приходит исключительно от Бога. Иногда мы ошибаемся, думая, что прощение означает слабость. Как будто мы капитулируем. Напротив, чтобы прощать, необходимо быть сильным. И еще одно заблуждение. Считать, что прощение означает понимание, защиту и оправдание поведения другого человека. Как будто мы оправдываем виновника. Ваши знания и понимания других людей не означают, что вы простили. Прощение начинается с вашего решения, вашего выбора. Иногда мы думаем, что если мы действительно простили, то это приведет к восстановлению. Мы думаем, что это приведет к полному исцелению и восстановлению этих отношений. Для примирения требуется шаг навстречу от обеих сторон. Прощение означает, что мы согласны забыть все долги человека перед нами. Иногда мы ошибочно полагаем, что прощение означает отрицание нашей боли. или попытка притвориться, что эта боль не важна. Я всегда любил спорт и всегда сражался за победу до конца. Я иногда оказывался там, где мне не следовало бы находиться. И иногда, чтобы не выбыть из игры, я, скрипя зубы, говорил, «Мне совсем не больно». «Да, конечно, кровь течет». Но мне не больно. Мне выбили зуб. Но это совсем не страшно. Хочется внести поправки в этот эпизод. На самом деле, было еще как больно. Понимаете, отказ признать то, что происходит, это не прощение. Иногда мы думаем, что нам следует лично подойти к человеку и засвидетельствовать ему, что мы его простили. Это может быть связано с нашим эгоизмом. Представьте, через 10 лет вы являетесь к человеку с заявлением. «Я думаю, что ты плохо обошелся со мной. Ты злой и нехороший. Но я тебя прощаю». Если мы разрушаем отношения с человеком, это ничего. Ничего общего с прощением не имеет. Ко мне часто подходят люди со словами «Пастор, вы должны простить меня. Я на вас разозлился». Это шутка, но в ней есть доля правды. И вы знаете, пастор, последние три года я ходил по всей округе и всем рассказывал «Какой же вы нехороший человек. Я хочу, чтобы вы меня простили, потому что я солгал. Я солгал». Не могу сказать, что мне легче от того, что я все это услышал. Как я только подумаю обо всех этих людях, «Истинное прощение» не означает право на то, чтобы идти к этому человеку и облегчать свою душу. Отмените долг. Аннулируйте его. Нам важно понимать о прощении одну вещь. Прощение — это выбор. Это не эмоция. Ваши эмоции последуют за вашим добрым решением. Мы ходим в церковь независимо от наших эмоций. Если бы все зависело от наших чувств, многие просто не приходили бы. Ваши эмоции последуют за вашим решением. В послании к Кримленам, 6 главе, 11 стихе сказано, «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Почитайте себя мертвыми для греха. Мертвыми для греха. Вспомните, в каких вопросах вы легко подаетесь на искушение. У нас у всех есть такие сферы, где мы особенно уязвимы. Расскажу про себя. Что-нибудь такое не страшное. «Я вот люблю шоколад. Когда я умру, засыпьте мою могилу Эммон Дэмсом, тогда это уже не будет искушением для меня». Понимаете, когда мы мертвы для греха, он больше не привлекает нас. Прощение — это выбор на всех уровнях — телесном, душевном, духовном. А в итоге вы придете к тому, что этот грех не будет вызывать вас никакой реакции. Вы будете мертвы для него. Никаких эмоциональных проблем, тревоги, неудовлетворенности. Вы признаете, что этот грех может соблазнить вас, но Бог забрал его и обратил во что-то хорошее. А это не дело одной минуты. Давайте снова вернемся к нашей теме. Для нас важно признавать, что мы сами тоже нуждаемся в прощении. В послании к Колосинам, 2 главе 13 стихе сказано, «Бог простил нам все наши грехи. Он забрал их и пригвоздил ко кресту». Если бы Бог не простил нас, мы навсегда были бы приговорены к вечности без Него. Мы сами не можем заслужить проход в Божье Царство. Мы недостаточно умны, добры и хороши для этого. Этот дар, вечная жизнь в Божьем Царстве, существует не благодаря нашим заслугам, а вопреки. Бог взял мою вину и пригвоздил ее ко кресту Иисусом. А что сказал сам Иисус? «Отец, прости их». Я где-то слышал такую вещь. Если вы посмотрите на крест, вы увидите на нем пригвожденный лист бумаги со всеми своими грехами. «Отец, прости их». Почему же мы возвращаемся к прошлому, что-то пытаемся разыскать или понять о тех ситуациях, которые нам довелось пережить? «Бог по своей милости простил меня». Второй шаг на пути к прощению — освободить другого от долга перед нами. Скажите, «Я отменяю долг. Я аннулирую его. Я больше не ожидаю извинений или возмещения урона». «Я освобождаю тебя. Ты мне ничего не должен». Нельзя брать заложников. Мы не можем держать другого в качестве эмоционального заложника, пока они не сделают то, чего хотим мы. Не оставайтесь в горечи и гневе, ожидая извинения от своего обидчика. Не стоит пытаться выглядеть хорошо в глазах других людей. Хватит прокручивать ситуацию снова и снова. Вы не найдете оправдания своему гневу и ненависти. Тот, кто отказывается прощать, отказывается списывать долги. Мы живем с этим, и тогда это становится нашим определением. Это влияет на наш взгляд на жизнь. Поэтому так важно просить у Бога освобождения от этих чувств. Представьте, что вы складываете их в мусорный пакет. Затем вы кладете их на длинную конвейерную ленту, которая уходит далеко за горизонт. Я кладу этот мешок на конвейер и говорю, «Во имя Иисуса, я освобождаю тебя. Ты больше мне не принадлежишь. Я смотрю, как этот мешок удаляется за линию горизонта». Если вы долго прожили с этими чувствами, они могут вернуться, я не спорю. Тогда вы можете сказать, «Нетушки, в январе я был в церкви и отправил вас всех на конвейер. И вы уплыли в закат, поэтому вы больше не мои пока-пока». Если вы долго жили с этими чувствами, то, возможно, вам придется делать это 50 раз на день. Но пройдет время. И вы заметите, что теперь вам нужно делать это 4 или 5 раз. А еще через некоторое время вы заметите, что эти эмоции проявляются в вас все реже и реже. Это просто не мое. Иногда нам предстоит прощать людей, которых мы больше никогда и не увидим. Возможно, они уже умерли. Или живут далеко. Но это не должно влиять на наше решение простить. Гнев, ненависть и горечь не проходят со временем сами по себе. Попробуйте просто поговорить с этим человеком. Представьте, что вы разговариваете. Скажите, «Я злился на тебя очень долгое время. Я ненавидел тебя, но я хочу, чтобы сегодня ты узнал, что благодаря Божьей благодати я тебя прощаю. Я не хочу сказать, что то, что ты сделал, было правильно или хорошо, но я тебя прощаю. Я тебя освобождаю. И сейчас, Господь мой, я благодарю тебя за то, что я свободен. У вас все получится. Вы справитесь, друзья. Даже не сомневайтесь. Если Дух Святой напоминает вам о каком-либо человеке, и вы чувствуете, что вы переполнены эмоциями, спросите у Бога, «Это тот человек, которого я должен простить?» прощение может привести к замечательным результатам. Мы все знаем примеры Иосифа и Давида, а также пример самого Иисуса. Его имя было превознесено превыше всех имен на земле. И каждый язык исповедует, что Иисус Христос — Господь. Самая изумительная история прощения для меня — это история Кори Тенбум. Она была дочерью голландского часовщика. Во время Второй мировой войны они прятали у себя дома евреев. Но их сосед предал их. Вся семья была арестована, а отец Кори и сестра погибли в немецких концлагерях. В лагере один из охранников был особенно жесток по отношению к ним. Когда она освободилась из лагеря, она посвятила жизнь тому, чтобы рассказывать всем о благости и доброте Бога. В молодости я слушал ее послания. Я слушал одно из ее выступлений, на котором она делилась с людьми словом о Божьей любви. И вот как-то раз к ней подошел этот человек, охранник из того лагеря. И он сказал, «Мисс Тенбум, я хочу попросить у вас прощения». Она думала, что не сможет. Просто не в состоянии простить его. Так она писала в своей книге. И она вспомнила слова Иисуса о том, что Иисус сам когда-то простил ее. И несмотря на свои чувства и эмоции, она сказала ему, «Да, я прощаю вас, потому что Бог очень любит меня». Я хочу сказать, что самые необыкновенные вещи в моей жизни произошли тогда, когда я смог простить и отпустить те ситуации, в которых я был особенно сильно ранен. Мы понимаем, что мы сами тоже раним других людей. Все мы так или иначе раним и задеваем других людей. Но нам нужно иметь смирение, чтобы прощать других людей, чтобы мы сами могли быть прощены. Прощение – это единственный путь, который приведет нас к исцелению от наших отравляющих эмоций. Бог призывает нас прощать. Прежде чем закончить, я хочу, чтобы мы помолились. Это будет пример молитвы, который вы сможете использовать как инструмент для работы над собой. Вы можете помолиться этой молитвой, если Дух Святой побуждает вас. Мы призваны прощать и жить в свободе, которую приносит прощание. Вот эта молитва. «Боже, я прощаю». И здесь вставьте имя человека или организации. Произносите молитву вслух. «Я прощаю за то, что…» И здесь назовите конкретно, за что вы прощаете. «Что бы то ни было, любое зло и несправедливость. Просто скажите это вслух. Я провозглашаю свою власть над врагом. Во имя Иисуса Христа и силу Святого Духа я забираю назад то, что враг украл у меня в моем непрощении. Я прощаю, я отпускаю во имя Иисуса, и также я благодарю Бога за мою вновь обретенную свободу через кровь Иисуса Христа. Просто помолитесь, и ваши эмоции подтянутся. Помните, прощение – это наше решение. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. В книге «Деяния» в первой главе Иисус вознесся на небеса. Церковь стала расширяться. Теперь ученики продолжали служение Иисуса самостоятельно. Буквально через две главы мы снова встречаем Иисуса. По дороге в Дамаск Он явился с Авлу и Старсом. Тогда Он был озлобленным, жестоким фарисеем, который ненавидел последователей Иисуса. Так Саввел и Старса стал апостолом Павлом, одним из наших героев. Я надеюсь, что вы с ним дружите. Мы часто читаем его послания. Павел распространял Евангелие в очень непростое время. Было много политического давления, путаницы, ересей. Распространение Евангелия не давалось быстро и легко. Но Павел был готов заплатить свою цену. Его послания к церкви являются мощной поддержкой для церкви в наши времена. Мы приготовили инструмент, который поможет вам в Новом году. Это ежедневное изучение, составленное из отрывков посланий апостола Павла к церквям. Книга выполнена в формате ежедневных заметок. Мы сможем размышлять над посланием Павла каждый день. Святой Дух обязательно будет действовать в вашей жизни. Пусть Слово Божие будет вашим хлебом насущным. Сегодня, как никогда, мы особенно нуждаемся в силе от Бога. Даже если я, рожденный свыше христианин, и переживал встречу с Богом в прошлом году, этого недостаточно. Ищите Бога сегодня, на этой неделе, в этом месяце, сейчас. Я верю, что эта книга станет мощным инструментом, который поможет вам расти в вере. Откройте свое сердце, скажите Господу, «Я хочу следовать за Тобой». Мы новое воплощение книги Деяния. Бог призвал нас быть светом и солью для нашего поколения. Наша новая книга «Уроки от Павла» может помочь вам в этом. Ежедневные изучения помогут вам применять истины от апостола Павла в ваших обстоятельствах. Они принесут ободрения и знания для того, чтобы мы всегда могли следовать за Господом, независимо от того, что ждет нас впереди. «Уроки от Павла» — это полноценная, качественная книга. Каждый день включает в себя отрывок из Писания, разбор отрывка, молитву, место для заметок и дневника. Мы отправим вам книгу в благодарность за ваше пожертвование от 25 долларов. Когда мы встречаемся с трудностями, примем ли мы решение следовать за Богом? Давайте начнем смело стоять в вере вместе с уроками от Павла. Отправьте заявку и оформите заказ на книгу уже сегодня. Заходите на сайт и звоните по нашему телефону. Многие из вас лично посетили служение пастора Алена Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служений и о том, как нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Алена и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите.